Мы будем говорить сейчас с Егором Фирсовым, военнослужащим Вооруженных сил Украины. Егор, приветствуем. Здравствуйте. Божаю здоровья. Дякую, дякую. Очень рады видеть. Взаимно. Всех зрителей призываю немедленно, чтобы не забыть, подпишитесь на Фейсбук. И Телеграм, кажется, есть, да, у вас, Егор, тоже? Ой, чего у меня только нету за войны. И Телеграм, и Тикток. И поэтому, если есть возможность рекламы в вашем эфире... Я это с удовольствием призываю сделать, потому что сам давно читаю и знаю вас. И вообще спасибо за то, что вы рассказываете и фотографируете. И это ощущение, что вы и ваши побратимы рядом. Это очень важно для нас. Спасибо за ваше спасибо. Потому что иногда, когда ты на передовой, делаешь какие-то фотографии, ты не видишь обратную связь. Поэтому, конечно, для нас это важно. Она есть, поверьте. Егор, мы говорим о том, боится ли Кремль и Россия оккупанты контрнаступления. Понятно, вы на позициях, никаких подробностей мы не будем обсуждать. Но вы, ваши побратимы, вы чувствуете их страх? Вы это сами чувствуете? Конечно, чувствуем. Конечно, чувствуем. Ну, во-первых, мы не только чувствуем, мы и слышим, потому что мы-то видим и слышим их радиоперехваты. О чем они говорят, как они говорят. Более того, мы уже знаем даже, ну я говорю о наших позициях, сколько и как они пьют. Чем больше они пьют, тем больше они боятся. У нас, ну, мы выводим такую закономерность. И это не случайно. Не случайно. Вооруженные силы Украины доказали это на поле боя. Это не история связана со спецоперацией каким-то. Вот-вот, Украина будет наступать. Эта история связана с нашей работой, миллионной армии и большого тыла, где стали суперпрофессиональными военные. И, ну, знаете, вот вчера, например, наша вторая рота, нашего батальона сбросила ВОХ с рекордных 250 метров с квадрокоптера. Прямо в окоп, который там был в ширину метр. Там маленький пример, как вооруженные силы вообще учатся. То есть все танкисты, артиллеристы, это тоже их касается. Ребята, которые работают, кстати, по всему, по всей линии фронта на Хаймерсах, они учатся все. Они все учатся, и у них формируется серьезный профессиональный опыт. Конечно, на поле боя это видно. И это неописуемо, когда там человеку уже нужен артиллерист, это или там оператор дрона, когда ему нужно просто там минометчику один пристрелочный выстрел, и все второй, третий, четвертый он уже уложит в цели. Почему? Потому что огромный опыт и огромная мотивация. И поэтому, естественно, враг боится контрнаступления, потому что он видел нас в деле. И вот еще хочу озвучить материал, который с вами интересно будет обсудить. Российские оккупанты в Крыму готовятся к контрнаступлению вооруженных сил Украины. А среди россиян растут, конечно, панические настроения, о чем вы сейчас также сказали. Об этом в интервью РБК Украина рассказал и представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. И вот, по его словам, российские оккупанты уже несколько месяцев обустраивают оборонительные сооружения на юге. А в последние недели панические настроения среди россиян, похоже, начали вообще зашкаливать. После серии взрывов в оккупированном Крыму оккупанты решили закрыть Керченский мост. Якобы, конечно, по техническим причинам, но у местных есть другое мнение. Они считают, что мост закрывают все-таки из-за угрозы ударов. Услышим цитату и продолжим обсуждение. Руководство оккупационных администраций Крыма, командование уже большей частью позаботилось о том, чтобы вывезти свои семьи за пределы оккупированных территорий. Кому повезло, вывезли даже за пределы Российской Федерации или, по крайней мере, на территории Московии. То же касается условных элит, бизнес, политических, военных. Они уже свои семьи снабдили большим уровнем безопасности. То же касается продажи имущества и других вещей. Но широкой публике продолжают рассказывать, что все идет по плану. Это касается не только оккупированного Крыма, но и оккупированных территорий Донбасса и Луганской области. Даже те, кто не уехал из оккупационных администраций, точно сидят на чемоданах. Андрей Юсов, представитель главного управления разведки Минобороны Украины, в интервью РБК «Украина». Да, все идет по плану, но плана, очевидно, все-таки нет. И вы сказали о панических настроениях, а я хотела бы еще спросить вас о возможностях, потому что у нас в эфире также звучало мнение, что оккупанты, они, возможно, способны сейчас только обороняться, но ни в коем случае не осуществляется наступление. Это, по вашему мнению, может касаться какого-то конкретного направления, либо же есть такое ощущение по всем направлениям? Ну, смотрите, я-то выступал, выдавали цитату Андрея Юсова. ГУР, конечно, видит это все, анализирует, у них есть большие данные, они сводят информацию со всей линии фронта. Я-то смотрю на это с точки зрения моего подразделения. И максимум, что делается у нас с левой стороны, со стороны Бахмута, и со стороны, чуть ниже, со стороны Авдеевки. Значит, единственные, наверное, точки, где враг еще, продолжает наступление, это Авдеевка и это Бахмут. Мы видим со стороны Авдеевки большие скопления силы там делается. Ну и в Бахмуте враг просто воюет всей страной, потому что там политическая задача стоит. И это вот мы находимся, там наше подразделение, плюс-минус там среди вот этих двух огней. А в других направлениях, вот у нас, например, они продолжают засыпать там артиллерией, у них есть снаряды, работают их танки, но вперед они не идут по ряду причин. Тут и географические причины, им сложно там форсировать водохранилище, у нас есть высота. Короче говоря, ну это может даже ни к чему, эта информация особо не дают. Но я думаю, мы ощущаем, что несмотря на вот эти все попытки и скопление техники со стороны Авдеевки, конечно же враг тоже очень сильно выдыхается. Выдыхается, они устают, они понимают, что побед у них нет абсолютно никаких. Вот. И Андрей Юсов с Гура говорил о том, что там элита делает все возможное, чтобы эвакуироваться, да, там эвакуировать свои семьи и так далее. Опять же, с точки зрения моего подразделения, вот это мы видим на планшете, который лежит там рядом со мной, что сейчас делает враг? Он, мы видим его с квадрокоптера, не с автоматом, не с унитазом, а с лопатой. Они тотально окапываются, окапываются везде. Они постоянно что-то носят, там какие-то бревна, возводят фортификационные сооружения. Конечно, этого не было никогда до этого. Был какой-то окоп, а вот такого масштабного строительства фортификационных соображений оборонительных, такого не было. И при этом это происходит по всей линии фронта. Конечно, мы там срываем их планы, мы насыпаем по разным позициям, насыпаем в посадки, чтобы, во-первых, их уничтожать, во-вторых, держать напряжение, не давать им окапываться. Но вот непосредственно через несколько километров они постоянно системно это делают, чего не было замечено месяцы ранее, и даже, я бы сказал, годы ранее, потому что наша позиция, это позиция уже войны какой, наверное, да, девятый год. Знаете, есть такое ощущение, что еще происходит какая-то диверсификация врага, что ли. Вот хочу обсудить с вами то, что основатель ЧВК Вагнер обвиняет руководство Министерства обороны России в трусости и саботаже. Это видео главарь наемников опубликовал в сети. Он заявил, что кадровые российские военные бегут с позиции. Если так будет длиться дальше, то и вагнеровцы не останутся под огнем вооруженных сил Украины. Это вот, по словам Пригожина, приведет к военному краху Кремля. Услышим его. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиции и зададим вопрос все-таки, кто Родине изменяет. В Ростов украинцы придут, если фронт посыпется. Сегодня делается все абсолютно, чтобы он посыпался. Поэтому сегодня одно из подразделений Министерства обороны бежало с одного из наших флангов. Бросив позиции, сбежали все и оголили фронт шириной почти 2 километра и глубиной 500 метров. Вот у нас вот здесь до этого был военный эксперт Селезнев в эфире. И он говорит, что, возможно, это все блеф или просто постанова. Не стоит прям вот так вот, конечно же, верить самому Пригожину. Но это ведь не первое его такое заявление. И поэтому очень интересно услышать ваше мнение. В ваших глазах это больше блеф или все-таки похоже на правду? Ну, я уверен, что это не блеф. Чего бы это был блеф? И вообще, какая цель этого блефа, чтобы что сделать? Это абсолютная правда. Со стороны Бахмута у них нет никаких побед. Кроме того, что там, опять же, сам Пригожин цитирует как достижение. Они контролируют там сколько-то тысяч квадратных метров в городе Бахмуте. Конечно же, послушайте, когда у врага, вот мы этого ожидали, когда у врага нет достижений, когда он завяз, когда у него нет побед, тех, которых от него ожидает, там, полистический истеблишмент вражеский, вот, и вообще расисты, скажем так, то начинаются конфликты, начинаются обвинения друг друга, а кто же все-таки виноват в этом? И это очень здорово. Конечно же, это очень и очень хорошо, что пошли такие распри во вражеском лагере. Более того, поскольку дальше мы будем продолжать стоять, и я верю в том, что штурмовые действия будут осуществляться и отбивать территории, поверьте, подобных конфликтов, подобных ситуаций с обвинением там и в каких-то обвинениях, саботажах, их будет все больше и больше. Это очень и очень хорошо. Егор, меня впечатлил ваш рассказ о том, что они там, оккупанты, бегают с лопатами. Вот вы, как уже сейчас профессиональный военный, и ваши побратимы, это же все из какого-то кино. Сейчас так уже нигде не воюют. Вот как вы воспринимаете вот эту возню, которая абсолютно архаичная, несовременная, действительно, как из фильмов? Знаете, эта война названа первой войной дронов, то есть где за всю мировую историю больше всего в нашей войне используются дронов. Они очень важны. Ее называют первой дроновой войной. Но я очень часто, поскольку наше подразделение — это пехота, очень часто опускаю людей с небес, там, где летают дроны, на землю, так сказать, в прямом смысле слова, о том, что то, что мы видели в фильмах во время Первой и Второй мировых войн, то, в принципе, и происходит на поле боя. Это касается всех. Это касается и супергероев нашей пехоты, которая уже больше года фактически живет под землей, которая держит позиции, несмотря на то, что к ним прилетает абсолютно все. Вы знаете, там вот, не дай бог, что-то прилетает к нам в Днепр, в Киев. Это сразу появляется в новостях о том, что каждый божий день обстреливаются позиции передовой. Это не попадает в новости. Это как бы нормально. Но и вот пехота фактически удерживает эти позиции каждую минуту и каждую секунду. Вот вы, в принципе, демонстрируете сейчас кадры. Это на каждой позиции, особенно когда, естественно, прошел проливной дождь. Сейчас чуть-чуть легче стало, потому что стало чуть-чуть теплее и появилась зеленка, легче прятаться, скажем так. Очень многие посадки, которые были практически такими лесами небольшими, превратились просто в пустыни. Тоже на многих архивных видео это видно. Отчего это происходит? Потому что когда снаряд прилетает в посадку, он разрывается, осколки вот такие приблизительно, как пол моей ладони или ладони, или вообще малюсенькие осколки, они косят деревья, как траву. Поэтому очень много можно рассказывать о жизни пехоты. Но, к сожалению, это данность. Вот самое сложное. Я сам служу, по сути, в пехоте, и без какой-то там забвения, совести или чего-то скажу, что это, наверное, самая сложная и самая героическая работа, потому что она просто архисложна, даже словами это не передашь. Но вот недавно сегодня я подумал, я сталкивался в работе с нашими штурмовиками. Это хлопцы, которые, по сути, освобождают территории, которые работают сейчас над вот этим контрнаступом, наготовятся к нему. Наверное, вот после пехоты, точнее даже не пехота вторая, они сейчас станут первыми по сложности производимых операций, потому что обороняться всегда гораздо легче в 5, а то и в 10 раз, чем наступать. Штурмовики — это вообще сверхлюди, обладающие качествами, которые должны физически, потому что, поверьте, 20-30 килограмм на себе тащить воду, еду, быка и всё остальное. Если ещё пулемётчик, это вообще какой-нибудь там 40-50 килограмм ты на себе тащишь. Штурмовать позиции, правильно делать тактические действия, не бояться выстрелов, потому что после первого любого прилёта у тебя появляется микроконтузия. Ну, это супергероизм. Вот если мы в фильмах видели супергероев, там всякие супермены, бэтмены, я думаю, что эти ребята курят в сторонке и преклоняются перед нашими военными пехотой и штурмовиками. Егор, последний вопрос, когда читаю ваши посты, ваши тексты, смотрю ваши фотографии, я всё время в голове у меня две мысли. Первое, что вы из Донецка, вы родились в Донецке, вы очень защищали именно Украину в Донецке, когда уже начались всякие манипуляции оккупационного характера в 2014 году, первые митинги. И второе, вы занимались экологией, защитой окружающей среды перед войной. И я тоже помню, как вы писали о том, как надо спасать земли, реки, леса. Вот эти, если вы можете нам ответить на этот вопрос, вот эти две части вашей жизни, вашей деятельности, вот как они сейчас поживают? Что вы чувствуете в связи с тем, что вы оттуда, в считанных часах, да, от Донецка сейчас находитесь? И то, что вы хотели защищать украинскую природу, её чистоту, её первозданность. Вот что с этим сейчас, с этими частями вашей жизни? Что с этими частями моей жизни? Вот я недавно был у своих побратимов в другом подразделении, в нашем, в другом батальоне нашей бригады. Вот там уже можно с их позиций, с их окопов увидеть донецкие терриконы. Терриконы города Донецка и здания города Донецка. То есть это прям передовая линия, мы к Донецку очень-очень близко. Вот я смотрел, ну и объективно прям верил, что относительно скоро мы будем там, и Донецк будет свободный. Вот это у меня, ну то есть я понимаю, что это моя земля, моя территория. И кому как ни нам, жителям когда-то, мужчинам и женщинам, в принципе, когда-то жившим в Донецке, в Мариуполе, в Орловке, в Макеевке, освобождать эти территории вместе, естественно, с другими украинцами. Когда-то в украинском обществе, там, в 16-18 год была дискуссия, стоит ли вообще освобождать эти территории? Зачем? Там же живут какие-то, ну скажем так, люди с другим мировоззрением. Мне очень нравится, что сейчас такой дискуссии в обществе нет. Все понимают, что победа минимум — это возвращение всех наших территорий, включая Крым, Донецк и выход на границы 91-го года. Конечно, это в моём сердце. Что касается экологии, да, когда-то я защищал природу, но иногда айфон мой, когда я открываю фотографии, издевательски мне показывает какие-то митинги, какие-то такие акции по уборке мусора, акции, связанные с защитой рек. Почему издевательски? Потому что мы там все другие. Я там без бороды, в других каких-то модных одеяниях и так далее, но для себя я формулирую так, что тогда мы защищали природу, сейчас мы, конечно, защищаем страну, защищаем нашу землю. Очень много, кстати, хлопцев, экологов в вооружённых силах, Павел Вышибаба, Билык, Серёжа Волков, они тоже в подразделениях, они тоже работают, они тоже с автоматом в руках. И, ну вот я же говорю, что в контекст защиты, тогда мы защищали природу от разных нечистей, да, а сейчас мы защищаем свою страну, наверное, от главной нечисти. Это наш долг, долг и миссия защиты. Егор, благодарим Вас. Знаете, я разделяю Вашу мечту в сердце, я думаю, как и многие украинцы. Для меня Донецк тоже родной, и хочу увидеть и донецкие терриконы, и украинский флаг, который будет развиваться на главной площади города. Пользуюсь, конечно, случаем, хочу сказать Вам большое спасибо, искренне, человеческое, не только за то, что Вы присоединились к нам в эфир сегодня, а вообще за то, что Вы делаете уже много лет. Напомню зрителям, что Егор Фирсов, военнослужащий вооруженных сил Украины, был с нами на связи.